В эфире программа «Итоги года». У микрофона работает Светлана Занько. И «Итоги года» мы сегодня подводим с президентом Вятка Банка Сергеем Тувалкиным. Сергей Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Всегда, когда мы говорим о банковской сфере и о присутствии банков региональных, вас трудно уже теперь назвать, конечно, региональным, но в отношении Кировской области все время хочется все-таки сказать, что вы наши. По расширению присутствия банка и вашей офисной сети в Кировской области. Естественно, мы поговорим и о том, что происходит за пределами региона, но прежде всего здесь у нас. Потому что в свое время возникали вопросы о том, как обслуживать население в глубинке нашего региона, как выставлять банкоматы, как открывать новые банковские окна и офисы. И я знаю, что и в 2016, и в 2017 году вы говорили о том, что присутствие банка в Кировской области твердое, надежное, и у вас всегда есть планы на открытие новых офисов. Что произошло в 2018 году? Еще раз добрый день. 2018 год для нас произошел под знаком... Ну, во-первых, это был мой год, год собаки. Были особые надежды на этот год. Отчасти они где-то реализовались, где-то не реализовались. Но если подводить итоги года, я очень-очень сильно доволен. Мы в этом году с нашими ребятами провели огромную-огромную работу, которая позволила нам, прежде всего, поменять бизнес-модель банка. Мы об этом говорили еще в конце 2017 года, и в январе начали настраивать наших специалистов и начали менять эту бизнес-модель. У нас обновился и менеджмент банка, и появились новые люди. Это, в частности, у нас появился независимый председатель совета директоров Алексей Кордичев. Он пришел к нам из Банка Восточного, он был председателем управления в этом банке. В принципе, он нам дал новых положительных идей. Мы в декабре, когда с ним, в принципе, сидели и обсуждали стратегию развития дальнейшего банка, было выработано много новых каких-то идей. Мы поставили для себя план, сделали стратегию и планомерно по ней как бы двигались. На сегодняшний момент, как я вам и в 2015-2016 году говорил, мы выполнили ее на 95%. Это хороший показатель. Это хорошо, но, конечно, есть куда стремиться больше. А прежде всего, мы, наверное, поменяли сознание наших людей. Не секрет, мы действительно являемся региональным и нашим местным банком. Мы точно не московский там или еще какой-то банк. Поэтому основная масса людей работает в Кирове и Кировской области. И в этом году не было задачи расширять там какую-то офисную сеть, а мы хотели просто качественно поработать над нашим сервисом, над нашими какими-то продуктами, а самое главное над сознанием людей, что времена меняются и пора, наверное, меняться самим. А с чем вы это связаны? Что вы имеете в виду, когда говорите, что меняются времена? Ну, во-первых, как бы с каждым годом становится зарабатывать все сложнее. Банковский рынок, он становится все более конкурентоспособен. Появляются новые крупные игроки на рынке. Это санированные, скажем так, банки. Да, центральным банком это открытие. Сейчас туда вливается Бинбанк и так далее. И они все равно расширяются и меняют свою тоже стратегию. Конкуренция от этого только увеличивается. Кроме того, мы чувствуем на себе, как достаточно активно на рынке начинает играть тот же Сбербанк, ВТБ и все остальные. Поэтому мы вынуждены менять прежде всего и нашу стратегию, а самое главное сознание людей, что мы приходим на работу не просто как бы, чтобы прийти и посидеть целый день, а чтобы что-то каждый день, что-то сделать полезное для банка и вечером подвести какие-то итоги и сказать, да, мы молодцы или наоборот, а вот здесь мы не доработали, давайте посмотрим, как это сделать лучше. И в этом направлении мы очень усиленно работали. И это коснулось прежде всего, наверное, персонала. Мне пришлось какую-то часть персонала поменять, какую-то часть привезти новую. Также мы очень активно используем социальный лифт в нашем банке, когда мы поднимаем каких-то людей, пробуем их на тех или иных направлениях и смотрим, собственно, за результат. И в этом году, как мне кажется, самая главная наша победа – это то, что это удалось сделать. И люди, парадокс, они на самом деле начали… Я боялся, что они испугаются этого и будут как-то смотреть косо там или как-то будут устраивать итальянские забастовки, но они этого не сделали, а наоборот, у них появился какой-то заряд, какая-то искра в глазах, и они, наоборот, начали проявлять уже какую-то даже где-то более инициативность. Я не говорю, что до этого все было так плохо, все было замечательно, но именно сегодняшние условия, они диктуют несколько другой подход. И в этом направлении мы очень серьезно поработали, и, в принципе, результаты, как бы, они и есть. И этими результатами я и думаю, как бы, наши акционеры будут, как бы, довольны, когда мы будем в следующем году перед ними отчитываться. Мы не ставили задачи там по расширению офисной сети, но, тем не менее, как бы, когда мы периодически смотрим на город и смотрим, где присутствуют какие-то банки, где мы присутствуем, где не присутствуем, и мы открыли один из офисов, это на Солнечном берегу. Что важно, молодой микрорайон, молодые семьи. Это, собственно, и привлекло, то есть то, что, как бы, район достаточно молодой, особо никаких там банковских услуг не было представлено, и поэтому мы попробовали, как там запустить такой офис, скажем, в своем дворе, чтобы люди могли спокойно там прийти или после работы, да, мы специально устанавливали время работы, стараемся, как бы, управлять людскими, скажем так, потоками, чтобы им было удобно в любое время прийти и получить какую-то услугу. Когда вы говорите о том, что нужно оперативно реагировать на текущую ситуацию, правильно ли я вас понимаю, что нет теперь задачи открыть как можно больше офисов, закрепиться и держать, а есть задачи соответствовать конъюнктуре запросу населения, запросу ваших клиентов, и это не значит, что вы открыли офис, и он там будет вечно, да, вот как мы привыкли, а магазин открылся, и пускай он там работает сколько угодно. Если будут достигнуты какие-то показатели, если будут запросы от клиентов, вы там остаетесь, как только вы видите, что черта не достигнута, или вы опустились ниже поставленных задач, показателей, офис закрывается. Об этом речь идет? Да, все правильно, как бы мы за этим постоянно наблюдаем, постоянно смотрим, на ежеквартной основе у нас в банке принята традиция не только как бы смотреть, кто же у нас зарабатывает, кто не зарабатывает, но мы еще отмечаем наших, допустим, лидеров, тем, кто не очень хорошо справляется, мы маршем пальцем и говорим ой-яй-яй. Ну, это как бы я смеюсь сейчас, но проводим работу над повышением как бы именно и финансово устойчивости тех офисов, которые, допустим, не дотягивают до определенных результатов. По городу, на самом деле, очень такие интересные есть показатели, то есть есть районы, в которых ты никогда бы не сказал, что там может развиваться какой-то вид там услуг определенный, думаешь, что открываешь его наоборот, там, допустим, для корпоративного сектора, а там в судительной настойчивости почему-то идут физические лица. То есть это постоянно удивляет, это постоянно там требует как бы что-то анализировать, ну и достаточно как бы интересно. Банковская работа с точки зрения статистики и аналитики, она вообще, в принципе, интересна, и понаблюдать и за поведением людей, и как они ведут, это же могут быть разные люди, это могут быть успешные предприниматели, это могут быть простые домохозяйки, это могут быть любой вообще сегмент, который приходит за той или иной услугой в банк. И это можно все как бы анализировать и смотреть, где, кто, куда ходит или чем он занимается, приходя в банк. Раз уж мы заговорили о статистике, то имеет смысл тогда посмотреть, что произошло в 2018 году. Как, может быть, изменилась структура ваших продуктов? Что более востребовано стало, что менее? На самом деле, как бы особого там, что мы идем в какие-то кредитные карты или еще во что-то, мы на этом не ставили какой-то себе фокус. Мы именно работали над тем, чтобы дать что-то новое, чего бы у нас не было, допустим, в линейке наших услуг. И в этом году у нас была еще одна из задач, это, допустим, по корпоративному портфелю уйти от высоких сумм выдачи и диверсифицировать максимально наш портфель. Мы, в принципе, изначально это в стратегии как бы и прописывали. Что это значит? Это значит, что, допустим, сейчас цифры как бы примерные. Допустим, если банк выдает в среднем на один кредит 150 миллионов, то сумма для небольшого регионального банка, наверное, это не очень как бы маленькая. Поэтому эту сумму надо, по идее, уменьшать и увеличивать просто количество заемщиков или количество корпоративных клиентов, которые приходят за кредитами. И, в принципе, нам это удалось. Мы увеличили в полтора раза количество корпоративных клиентов, именно которые у нас пользуются услугами кредит. Мы снизили существенно средний чек выдачи. И, в принципе, результаты нас устраивает. Мы довольны. И удалось именно то, что мы хотели. При этом наш кредитный портфель, он не упал. Это самая главная заслуга. Я вижу, что в течение этого года вы внедряли продукты, которые были направлены как раз на привлечение клиентов из среднего и малого бизнеса. Почему сделали акцент на этот сектор? И какие услуги стали предлагать этому сектору? По разным причинам мы не можем кредитовать крупных клиентов. Где-то у нас ограничения по капиталу есть нормативы Центрального банка. Много чего изменилось за этот год. Где-то на самом деле это большой риск, когда ты кредитуешь одного заемщика на 300 миллионов или, допустим, 10 заемщиков по 30 миллионов. Риск того, что один заемщик выйдет на просрочку, допустим, и ты сразу получаешь проблемный кредит на 300 миллионов или, допустим, один из 10, если ты выдаешь 10 кредитов. Собственно, об этом я уже в предыдущем ранее говорил, и в этом направлении мы и работали. А если говорить о конкретных продуктах, самое, что мы хотели сделать для наших клиентов, это прежде всего для корпоративных, это прежде всего облегчить, скажем так, им жизнь. И мы внедрили мобильный токен. Это такой продукт, когда тебе не нужно носить с собой какое-то специальное устройство, а ты, в принципе, это, знаете, как на телефоне Apple Pay или Android Pay. То есть у тебя токен на телефоне. Специальное приложение для мобильного телефона, да? 16 плюс ограничения у него. Да, это специальное приложение, и по отзывам, судя по отзывам клиентов, все довольны и всем это нравится. И в этом направлении мы вообще год как бы именно в IT, как бы в IT-направлении мы очень сильно вкладывались и очень сильно над этим работали. Мы увеличивали штат нашего IT. Мы не особо любим как бы пользоваться какими-то аутсорсинговыми компаниями. И там, и там есть плюсы, конечно. Но, тем не менее, мы ставим ставку на наш IT-штат. И в этом году мы многие вещи не только по корпоративному сегменту сделали, но и по розничному. И таким образом мы вводим там различные автоматические кредитные решения у себя в банке. Мы наконец-то занялись нашей кредитной картой. Мы улучшаем как бы ее... Которая, кстати, наград была удостоена в этом году. Да, в этом году мы стали троекратными, как это сказать, победителями, что ли, да, то есть или лауреатами 100 лучших товаров, как бы, Кировской области. И она туда вошла, то есть в категорию услуги населения как раз наша кредитная карта. У меня такая карта есть. И нужно уточнить, что официально кредитная карта называется карта с кредитным лимитом. Но мы будем называть так, как привычно нам всем. Я не знаю, вырежут ли это сейчас юристы или нет. Но я сейчас не буду хвалить и рассказывать, как я ей пользуюсь. Но надо сказать еще одну историю, которой вы в этом году, может быть, не посвящали. Много внимания, потому что раньше уже прошел ребрендинг и изменение внешнего вида, имиджевого вида банка в связи с тем, что Норвегбанк, ваш партнер, появился. Но я, когда свою карту достаю за рубежом, например, на ее внешний вид очень реагируют. И говорят, какая у тебя интересная карта, красивая, посмотрите. У меня абсолютно та же самая история. То есть, когда я достаю эту карту, все реагируют, что это за банк очень интересный. Собственно, как она нарисована на карте, она действительно мне, во всяком случае, нравится. Я прекрасно помню, что за человек это придумал. И это было где-то, наверное, в году 2014. И мы именно вот такую картинку используем не только на карте, но мы ее где-то внедряем. Это, наверное, даже патентовать уже пора. Потому что это очень интересно и очень красиво смотрится и многим привлекается. Более того, наш партнер, которому именно другой Норвег, скажем так, банк, он сейчас уже не Норвег, а ПНБ, он, собственно, тоже на своей карте нарисовал нечто подобное. И тоже пользуется у них, насколько я знаю, спросом. У нас же знаменательно в этом событии. То есть произошло еще с точки зрения ПНБ, а не просто наши партнеры. Мы теперь не входим в одну группу. Нету больше холдинга, к сожалению, Норвега. И мы как бы сами по себе. ПНБ отдельно? Да. Вятка банка отдельно? Да, у нас просто один конечный бенефициар. Там это семья Гусельниковых и все. Это тоже требование времени? И с чем это связано? С измененным законодательством, с общей конъюнктурой экономической и политической? С чем это связано? Это, знаете, это не связано с какими-то политическими или другими вещами. Нам это просто удобнее так работать. К сожалению, те амбиции, те вещи, которые мы хотели сделать совместно, они не совсем реализовались, не совсем получились. И в текущей ситуации мы решили сконцентрироваться именно у себя. Здесь, в Кирове, в близлежащих регионах, где у нас есть офис, и в этом направлении просто поработать. Вернемся к кредитным картам. Этот продукт еще до сих пор, можно сказать, что этот продукт, хоть и устоявшийся, но для многих мало все-таки еще известный. И тем не менее, насколько растет количество людей, которые приобретают кредитную карту, и насколько грамотно сейчас люди пользуются кредитными картами. Мы с вами очень много говорили о финансовой грамотности населения. И всегда говорили о том, что необходимо изучить продукт, прежде чем им пользоваться, и следовать лучшим указаниям. Вот насколько выросло количество потребителей кредитных карт, и насколько грамотно они ей пользуются? Знаете, здесь, наверное, немного даже наоборот. Количество кредитных карт, то, что я вижу, допустим, на рынке у себя, или еще что-то, оно не увеличивается. Наверное, тот бум именно просто выдачи кредитных карт, не буду сейчас углубляться с каким-то андеррайтингом, не андеррайтингом, без разницы, но он прошел. Сейчас как бы и люди уже, мы по своим клиентам просто смотрим, они хотят в том числе и более персонализированных каких-то кредитных продуктов, это потребительские кредиты, там, на покупку машин, квартиры, на какие-то другие вещи, чтобы у них было какой-то график, какое-то определенное гашение. К сожалению, наверное, наше население не до конца умеет все-таки пользоваться кредитными картами. И мы не ставили в этом году ставки на развитие там именно порфеля кредитных карт, мы сосредоточились на других немного направлениях. И у нас порфель, он примерно, ну, он уменьшился немного, но как бы остался на существенном уровне. Но там остались именно те заемщики, которые с нами уже работают, ну, не один год. Это клиенты, как правило, там, 10, 11, 12 года, они с нами там работают уже кто-то 6, кто-то 8 лет. И, в принципе, я там, да, слышу положительные какие-то отзывы, как они пользуются этими кредитными картами. Всегда возникают какие-то вопросы, но именно с точки зрения финансовой грамотности, знаете, население, оно становится более финансовым и грамотным, и более, как бы, они подходят, начинают подходить более серьезно к каким-то условиям, и больше, на самом деле, возникает определенных вопросов. На стадии, как бы, выдачи мы это замечаем, как бы, и только этому рады, и постараемся, как бы, максимально, там, как-то заемщикам помочь определиться, собственно, что же им надо, нужна ли ему кредитная карта или что-то нужно другое, а также подобрать какой-то дополнительный какой-то продукт. Правильно я вас понимаю, что сейчас, вот вы говорите, прежде всего, мы решили изменить сознание своих сотрудников. Вот сейчас, когда приходит клиент, нет задачи какой-то один продукт реализовать всеми силами. А есть задача вникнуть в ситуацию клиента, может быть, даже ему подсказать, может быть, он не до конца анализирует, что нужно, и предложить оптимальный продукт. Об этом часто говорят и декларируют, но мы-то знаем, что если стоит задача перед каким-то предприятием вот показатель по какому-то продукту увеличить, то обычно раньше бросались все силы на это, потому что мы должны добиться, мы должны показать, мы это заявили. А сейчас, судя по вашим словам, и это касается физических лиц, и это касается представителей бизнеса, вот очень все персонифицировано. И кропотливая работа идет над тем, чтобы подобрать именно то, что вот сейчас будет работать на этого клиента, и этот клиент ни сам не проштрафится, ни вы его не потеряете. Нет, безусловно, там, допустим, предприятие или банк, он может сосредотачиваться на каких-то определенных продуктах и ставить на это упор, но здесь вопрос не то, что навязывания клиенту этого продукта, а вопрос входящего потока, который может прийти в банк и, допустим, получить какой-то, чем больше поток, тем больше этот продукт, наверное, будет продан. Но если говорить именно о консультациях, мы с вами это обсуждали в 2016 году, то есть, безусловно, мы стараемся и пытаемся клиенту попробовать подобрать тот или иной продукт. Зачастую здесь возникают проблемы разные, и, допустим, что клиент уже пришел, и он себе решил, что он возьмет именно этот продукт, и, как правило, не реагирует ни на какие там советы, что, может быть, лучше сделать вот так, а не вот так. Поэтому здесь это все специфически, конечно же, мы над этим работаем, и работаем прежде всего, допустим, над повышением квалификации наших сотрудников, то есть мы проводим бесконечные тренинги, мы проводим их обучение, мы работаем над тем, чтобы они вместе как бы и с банком, вместе с клиентами росли, и какую-то часть там знаний нашим клиентам бы там преподавали. Но не всегда это в реальности как бы получается, здесь не надо этого как бы скрывать, или бояться, это нормальная ситуация. Просто над этим надо постоянно и кропотливо работать. Вот и все. Сергей Тувалкин, президент Вяткобанка, с ним мы подводим сегодня итоги года в банковской сфере и в деятельности нашего регионального банка. Что касается вкладов, давайте поговорим о том, как складывалась ситуация в этом году, расскажем, что повлияло на изменения, может быть, ставки, изменения структуры вкладов. По вкладам, в принципе, для нас ничего там непрогнозируемого не произошло. Мы еще в начале года, в принципе, рассчитали то, что как бы случится, будут ли они падать или будут они повышаться. Мы это угадали на 100%, так и произошло. Еще в начале года, где-то в январе, я так и предположил, что ставки к концу года у нас по вкладам, они, к сожалению, как бы вырастут. Это связано со многими причинами. Мы в какой-то момент, нам, если честно, особо не нужны дорогие ресурсы любой ценой. Нам это нет необходимости. У нас в какой-то даже период времени летом наша ставка достигала, она была одной из самых минимальных на рынке. Но мы, конечно же, наблюдаем за другими игроками и наблюдаем, что же там происходит. Конечно же, необходимо каким-то образом и конкурировать, и необходимо каким-то образом показывать людям, что да, действительно, вы приносите деньги в банк, и банк гарантирует того, что возвратность и несет социальную ответственность. Поэтому все достаточно ожидаемо. У нас была определенная стратегия, мы не хотели в этом году просто упасть именно по объему годовому вкладов. Мы эту задачу для себя успешно с ней справились, при этом снизили стоимость нашей ресурсной базы и результатам относительно довольны. То, что сейчас вклады повышаются, связано, это может быть со многими вещами. Это связано с какими-то играми на фондовых рынках, это может быть связано с тем, что кому-то из крупных игроков в Российской Федерации нужна, допустим, или валюта. А может быть, это связано с тем, что, наоборот, валюты нет в банках, допустим, в валютных вкладах. Может быть, поэтому они вынуждены это замещать рублевыми. Но, тем не менее, прогноз у нас наш оправдался, и мы в этом плане довольны. И постараемся на следующий год тоже предугадать, что же у нас произойдет. Да, кстати, поделитесь, пожалуйста, своими прогнозами, что будет со вкладами в следующем году. Мне кажется, долго над этой темой думал. Я не вижу, на самом деле, перспективы в ближайшие полгода, что вклады существенно каким-то образом будут повышаться. Если они повысятся, то не более 0,5% по рынку. Но это, с одной стороны, существенно, с другой стороны, это не те безумные десятичные ставки, которые были в десятом, в одиннадцатом году или в декабре 2014 года, когда ставка достигала 18%. Такого, наверное, больше уже не будет. И здесь, наверное, все-таки спасибо нашему Центральному банку, который в этом плане каким-то образом работает на это. То есть вообще о Центральном банке можно разговаривать много. Кто-то им недоволен, кто-то доволен. Мне, допустим, политика последние пять лет Центрального банка более чем устраивает. И она самая главная, правильная с точки зрения влияния на банки, как они должны работать. И, конечно же, не всегда вызывает восторг какие-то различные ограничения, но бывает так, что некоторые ограничения их необходимо вводить. И поэтому здесь вопросов абсолютно к ним нет. И наоборот, Центральный банк в последнее время становится более прозрачным, более открытым по отношению к другим банкам. И здесь это можно только приветствовать. Нужно еще один момент отметить. Очень активно в этом году обсуждалось изменение законодательства в отношении строительства и девелопмента. Мы знаем, что произошло. Мы знаем, что необходимо там теперь открывать всякие разные СКРУ-счета, что только некоторые банки имеют возможность это делать. И мы даже здесь обсуждали с Сбербанком, что я, по крайней мере, спрашивала, что хорошо это разве, что практически монополизирует эту отрасль. И пара-тройка крупнейших банков Российской Федерации. Ну, хорошо это или плохо, наверное, обсуждать сейчас нет смысла. И времени нет. Но, тем не менее, что с недвижимостью в отношении, я не знаю, кредитов на недвижимость, ипотеки, вятка банки? Если честно, мы ипотекой особо никогда не занимались. Это никогда не было нашим приоритетным каким-то продуктом. Мы в свое время, конечно, держали какой-то определенный портфель, работали с ИЖК, но в период где-то после 2011 года мы его просто сократили, практически свели на ноль, потому что это не было приоритетом. В таком случае вы не пострадали сейчас от этого законодательства. Ну, как не пострадали? Конечно же, любое ограничение накладывает то, что мы не можем развивать это направление. В принципе, ни один из региональных банков теперь под это не подходит. Это, к сожалению, так. Но при этом, я думаю, что всегда можно найти в направлениях, найти какие-то выходы и какие-то пути решения. Я имею в виду не с точки зрения, что мы там будем нарушать какое-то законодательство, а с точки зрения, что всегда банк, запуская ипотеку или выдавая ипотеку, может реализовывать какие-то различные комбинации с теми же риэлторами. То есть они могут совместно реализовать какой-то проект. В Кировской области, насколько мне известно, эти такие вещи существуют, когда какое-то надежное риэлторское агентство приходит в банк и говорит, мы бы хотели купить, допустим, такой дом с квартирами и, собственно, реализовывать. Дайте нам на этот кредит. Почему нет? То есть если уже готовый какой-то дом, он строится на стадии какой-то... Почему бы нет? Почему в этом направлении, допустим, не идти? Но, тем не менее, это направление, конечно же, оно не то, что оно стабильное, оно интересное всем. Единственный минус – это длинные сроки, но в текущей экономике есть надежда на то, что, наверное, каких-то рискованных вещей с точки зрения увеличения рисков ставкам по кредитам или еще что-то не произойдет. Соответственно, если будет происходить, то будет происходить незначительно. Соответственно, мы тоже будем в этом направлении в следующем году работать. Мы, если честно, уже ипотеку разработали, мы в январе будем запускать. И, в принципе, постараемся какие-то нормальные, адекватные условия для рынка предложить. Я сразу приглашаю вас в январе, когда вы будете запускать ипотеку, прийти сюда и рассказать. Да, хорошо. На каких условиях и что оно включается? Это как бы один из моментов. Во-вторых, у нас есть связанные с этим другие кредитные продукты, это и залоговое кредитование. Не хочу рекламировать каких-то вещей, но просто мы в этом направлении работаем, оно нам кажется перспективным и интересным. Сергей Геннадьевич, у нас остается буквально три минуты до завершения программы, и я очень хочу, чтобы вы отметили еще и социальную политику банка, и внутреннюю, и внешнюю. Потому что банк реализует очень хороший внутренний продукт, мы о нем рассказывали, на мой взгляд, очень хорошее старшее поколение. И я считаю, что в России в связи с пенсионной реформой, ну вот буквально каждый социально ответственный бизнес что-то должен придумать для старшего поколения, которое теперь больше становится в итоге. И кроме того, я знаю, что практически весь коллектив «Вятка банка» втянут в различные социальные проекты, начиная от ветских холмов и заканчивая, ну мы уже не говорим про детские дома и прочее, что традиционно, но различными социальными проектами вы тоже занимаетесь. Почему вы считаете это важной деятельностью? Как это стимулирует ваших сотрудников, как это мотивирует ваших сотрудников на работу? Мне кажется, здесь это прежде всего наша социальная ответственность. И так в России всегда было принято, что любые меценаты, любые коммерческие организации, люди, которые обеспечены, они должны помогать именно в социальных направлениях. Это нормально. И мы здесь придерживаемся такой же политики. нашему старшему поколению вот этому проекту уже скоро будет 3 года. Мы не собираемся его там прекращать, а намереваемся, наоборот, только развивать. Я не особо люблю разговаривать о каких-то социальных помощях, если честно, это как бы такое сугубо наше личное дело, и мы не пиаримся на этом, мы не любим на этом пиариться. Но если как бы говорить, то именно старшее поколение у нас достаточно активные сотрудники, они даже съездили в Самару на форум. Этот проект был признан одним из самых лучших, в принципе, в России как бы по социальному направлению. Есть, конечно, над чем работать, и этот проект мы реализуем абсолютно как бы одни, нам он интересен, и будем и дальше помогать пенсионерам с точки зрения и финансовой грамотности, и с точки зрения каких-то новых технологий, обучать их, а также организовывать им какой-то досуг. – Многогранный проект, просто нужно пояснить, что проект «Старшее поколение» направлен на клиентов «Вятка банка», которые в пенсионном возрасте находятся, и вы организуете для них бесплатное посещение различных групп. Танцы, йога, финансовая грамотность, компьютерная грамотность. – У них там свои группы, они там занимаются, у них есть наши сотрудники, которые помогают. Мы устраиваем это периодически и в районах, прежде всего, как бы нашей области. – И это очень востребовано. – Это востребовано, да, то есть там постоянно как бы очередь и все остальное, но мы собираемся над этим работать и развивать дальше, и вообще как бы с точки зрения именно социальной политики мы этому прикладываем определенные усилия и будем прикладывать дальше. – Поздравление, с Новым годом, Сергей Геннадьевич. – Поздравьте, поздравьте, Кировчан, поздравьте. – Да, с Новым годом всех, с наступающим, прежде всего. Я хотел бы пожелать всем, чтобы дома у вашего очага было все замечательно, успехов в следующем году и чтобы он был безболезнен. – Спасибо, это была программа «Итоги года» с президентом «Вяткобанка» Сергеем Тувалкиным. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня, хорошей недели, с наступающим Новым годом. ПАУ «Норвегбанк»